Мы — первая съёмочная группа, получившая доступ на корабль «Славутич». Это корабль управления. Его блокада продолжается уже неделю. Рядом с ним — украинский корвет «Тернополь», который тоже заблокирован. Вы можете себе представить, каково этим офицерам, которых заставили сделать выбор между новыми властями в Крыму и новым правительством в Киеве. Они оказались между молотом и наковальней. За моей спиной — капитанский мостик. Они наблюдают за российскими войсками, которые в ответ смотрят на них. Они стоят или ещё недавно стояли там со своими биноклями. За мной — заместитель командира корабля, а рядом с ним — морпехи. Посмотрите на их винтовки, в их магазинах нет патронов. Единственное средство защиты этого корабля, напоминаю, что это военный корабль, — этот водяной шланг. Они пытаются показать россиянам, что хотят, чтобы это было мирным противостоянием. На этой неделе они вывесили спальные матрасы на перилах палубы, чтобы не дать россиянам прицепить к ним крючки и верёвки. Этот мужчина несёт вахту, но у него уже нет никакого оружия, чтобы в случае необходимости защитить корабль. Давайте я покажу вам блокаду, потому что отсюда это видно гораздо лучше, чем с берега. Если вы посмотрите на причальную стенку, вы увидите тральщик и крановое судно слева от него. Это корабли Черноморского флота России, которые блокируют канал. За ними тральщик, который патрулирует бухту и ходит взад-вперёд. Здесь российское патрульное судно. Мы пробрались на этот корабль прямо под носом у россиян. Нам бы не дали этого сделать, если бы они нас увидели, я уверен. А сейчас я вам покажу, что достаточно сложно, потому что тут много всего на палубе. Мы пройдём мимо продюсера и ещё одного оператора. И я вам покажу Тернополь, корвет с правой стороны. На нём много вооружений. Там сегодня целый день моют палубы. Да, ситуация сейчас кризисная, но всё равно должен быть полный порядок. А теперь посмотрите немного дальше. Там четыре корабля Черноморского флота России. Украинский и российский флот базировались бок о бок много лет. И моряки хорошо друг друга знают. Командир, с которым я сегодня говорил, сказал, что не может связаться со своим российским коллегой. Они раньше были друзьями, а теперь он не отвечает на звонки. По крайней мере, пока мы не видим российских солдат на причале. Вчера в этих зданиях на берегу были снайперы, люди с автоматами. Сегодня экипажу позволили доставить немного еды, большую партию хлеба, так что вечером экипаж, а это около ста человек, по крайней мере, хорошо поест. Все они очень беспокоятся о своих семьях. Тут многие из Киева. Сегодня мы узнали, что новые пророссийские власти Крыма приняли решение о референдуме. Это будет выбор между Россией и Украиной. Военные на этом корабле верны Киеву, они намерены остаться здесь и не сдавать позиций. И в конце концов покинуть этот порт и отправиться в Одессу, если Крым перейдет России. Крым перейдет России.